Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Ягодный сезон близится к завершению. И мы традиционно подводим итоги и смотрим наши урожаи этого года. В сегодняшнем ролике речь пойдет о столовых сортах. Но поскольку столовых сортов у нас прибавляется и прибавляется, то ролик будет разбит на две части. И в конце второго ролика, конечно же, тоже традиционно подведем итоги. И я назову лидеров этого года, лидеров этого сезона. Академик, он же памяти Дженеева. Третий год кустику. Первое сигнальное плодоношение. Смотрите, вот эта сторона солнечная и здесь гроздочки готовы. Может быть, чуть-чуть повисеть. Вот там чуть-чуть хуже, но там и гроздочки крупнее. И там он чуть-чуть менее спелый. Но опять же сроки, то есть 15 сентября сегодня сроки списываем. Во-первых, на сигнальное плодоношение. Во-вторых, на сложность года. Вот смотрите на маленькой гроздочке. То есть вот размер ягоды. Размер ягоды хороший. Цвет такой синенький, красивенький. Ягода уже сладкая, особенно на этой грозди. Там чуть поскромнее. Ягода вкусная. Ягода очень насыщенная. Такая вот по вкусу. Пока что сложно описать его словами. Вкус богатый. И очень хрустит. Прям вот как огурец, как огурец хрустит. Там, кстати, тоже уже сладкая. Только что не такая ароматная. Более простая. А вот здесь, особенно на этой гроздочке, уже аромат формируется. Вкус формируется. Ну, я думаю, что в норме. На начало сентября он точно будет созревать. А может быть и еще раньше будем видеть. Ксения, молоденький кустик. Первое сигнальное плодоношение. Гроздочки небольшие, но ягоды очень крупные. Конечно, на этой гроздочке чуть помельче. Ну, а здесь, вот по сравнению с моим пальцем, видно, что ягода большая. На 8 сентября ягода полностью готова. Вкус приятный, гармоничный. Ягода сладкая, но при этом без приторности. Мякоть плотная, хрустящая, мармеладная. И единственное, после проливных дождей, ну, правда, уже они некоторое время назад были, небольшой треск возле плодоножки. Вот там совсем чуть-чуть. Ну, после этого уже прошло достаточно времени, больше недели. Ягода прекрасно сохраняется на кусте. Аладдин, 14 сентября, и даже он несколько перевисел, честно говоря. Обычно он созревает, ну, в принципе, самое начало сентября. Почему я говорю перевисел? Потому что, смотрите, на ягодке появляется вот такое вот коричневое. Это ни на что не влияет. Единственное, что внешний вид становится не очень привлекательным. Года два назад вот такую ягоду мы срезали. Причем даже после морозов. Уже пришли тогда морозики. И после этого еще ягода смогла полежать. Мало того, что полежать, еще и сохранить все свои вкусовые качества. Да, тоже, к сожалению, в этом году, ну, не очень большие гроздочки. Хотя, смотрите, ну, вот ягода, да, размер ягоды очень хороший. Ягода очень вкусная. Вот еще один малыш, который с удовольствием полакомится такой ягодкой. Ягода по структуре очень мясистая, такая вот хрустящая. При этом сладкая, с мускатным ароматом. С ярко выраженным мускатным ароматом. Вот видите, малыш ходит и вынюхивает, где бы еще такую ягодку взять. Но сама с куста не берет. Единственное, что внешний вид несколько подвел. То есть нормы, вот такая вот должна быть ягодка. Красивенькая, розовенькая. Вот видите, малыш ходит и вынюхивает, где бы еще такую ягодку взять. Но сама с куста не берет. Аркадия. Умница, красавица, стабильный, надежный сорт. Такие большие, плотные грозди. Вот с этой стороны я даже рискнула, оставила две на побег. Но, конечно, так делать не стоит, потому что сразу видно ягода мельче, чем вот там, где оставлено по одной грозди. Ягода крупная по сравнению с моим пальцем. Грозди тоже крупные, но обычно больше килограмма. Максимально у нас было 1,6 кг, но я думаю, что это где-то 1,2 кг, может быть, 1,3 кг. Но вот эта тоже она тут еще с крылышком, тоже больше килограмма будет. Ягода сладкая, плотная, мясистая, хрустящая, с легким мускатным ароматом. 8 сентября. Уже ягода вкусная, с легким мускатным ароматом. И смотрите, вот ее косточки. Косточки уже коричневые. И дело в том, что у столовых, довольно ранних сортов, мякоть созревает раньше, чем косточка. И это, ну, как бы не всегда можно ориентироваться и нужно на косточку. Косточка нам больше нужна для технических сортов. Тем не менее, косточка коричневая. Но как здесь вызревает лоза, смотрите сами. То есть процесс уже пошел. Вот здесь уже нормально идет вот крайняя лоза. Идет на вызревание вот там. Тут уже видно, что лоза становится коричневой. А то есть первая сигнальная грузь. Конечно, небольшая. Ягодки тут тоже небольшие. Кусту уже несколько лет. Но дело в том, что он сидит не в самом лучшем месте. И он досаживался ко взрослым кустам. Соответственно, взрослые кусты, вот здесь симоны рядышком, они его угнетали. И он очень долго входил в свою силу. Гроздочек было несколько. Но убрали, оставили только одну. Для того, чтобы кустик окреп. Приятный гармоничный вкус. Сладкая хрустящая ягода. На 8 сентября она уже полностью готова. Но с учетом всех погодных условий, с учетом первого плодоношения, я думаю, что созревать он может на неделю, а то и на две раньше. Байконур молодой кустик. Слабоватый. Правда, в прошлом году сигналочка была. Но вот в этом году он выдал несколько гроздочек. Вот там, вот здесь. Очень красивая форма ягоды. Такая удлиненная. Смотрите, здесь вот покрупнее как бы гроздочка. Ну, ягодки чуть помельче. А вот здесь, ну вот, сравните с моим пальцем. То есть ягода длинная, ягода очень красивая. А ягода может долго сохраняться. И на кусте она может долго висеть. И в прошлом году мы гроздочку срезали. Ну, я не скажу точно, сколько она полежала. Но полежала достаточно долго. Причем в обычных условиях, без каких-либо особенностей. Ну, в этом году, смотрите, что интересно. Вот там солнечная сторона. И там вот чуть-чуть он запаздывает. Даже не докрасился. А здесь я вам просто покажу, вот что здесь. Девичий виноград соседи заплели забор. И тут, здесь солнышко попадает не так много. В общем-то, там север. Ну, видите, почему-то он, конечно, вот эти, да, еще не готовые гроздочки. А вот эти такие вполне древесинка уже пошла зреть. Ну, повторюсь, кустик слабоватый. Не очень нравится тут ему это место. Ну, ничего страшного. Кстати, вот здесь ягодка съедобная, вкусная, хрустящая. Насыщенный, гармоничный вкус. Конечно, можно еще немножко на кусте повисеть. Но вот сегодня у нас 15 сентября. В принципе, Байконур идет ровненько по своим срокам. Для него, как бы, это нормально. По крайней мере, я сравниваю по прошлому году с сигналкой. Ну, в следующем году посмотрим. То есть для Байконура середина сентября, как бы, вполне хорошо. Если позволит погодка, еще немножко повисит. Ну, и дотянет вообще все свои кондиции, все свои там вкус, аромат и сахар. Треск не трещал. И по болезням устойчивость хорошая при стандартных профилактических обработках. Валек, первая сигнальная грузь, второй год кусту. Ну, немножко кажется, что некоторые ягодки вот желтенькие, некоторые еще зеленоватые. Но на самом деле его уже можно кушать. Сегодня у нас 5 сентября. Тем более, что кустик находится немножко в тенечке. И при этом, повторюсь, кусту всего лишь второй год. Ягодоволька плотная, очень хрустящая, с насыщенным ароматом. Сначала приходит аромат мускатный. А потом, когда ягодка начинает больше созревать, вот, например, в этой грозе, поскольку чуть-чуть ей еще можно повисеть, вот в этих ягодках будет мускат, а в более желтеньких уже будет мускат с грушевой ноткой. Пока что ягода здесь не очень крупная. И вес грозе, думаю, что грамм 400, ну, для сигналки более чем. Да, и при этом, что стоит отметить, что вот массовые дожди, проливные ливни, ягода смогла удержать, не потрещала. В этом сезоне практически готов на 6 сентября. Ну, с учетом сигнального урожая, должен быть в обычных условиях готов в конце августа. Кишмиш Велес, первое сигнальное плодоношение, ну, вот это самая большая гроздочка. И рядышком прятала тос, две поменьше. Вот такие вот, красивый розовый окрас. Ягодка в этом году мелкая, ну, повторюсь, первая сигнальная, значит, треска в нашем случае не было никакого. Ни одна ягодка не треснула, все целенько, ничего я здесь не вырезала. Ни одной ягодки. Ну, конечно, по срокам созревания все-таки Велес ранний. В наших условиях он запаздывает, но с учетом того, что это молодой кустик, что это первое плодоношение. Плюс куст и отграда сильно пострадал. Ну, я думаю, что можем мы от него ожидать и лучшего. Точно так же ягодка может быть крупнее, а не вот эта вот мелочишка. Тем не менее, смотрите, гроздочка такая внушительная. Повторюсь, треска не было, ягодка приятная, сочно, хрустящая и с легким мускатным ароматом. Конечно, осмелюсь предположить, что особенно, вот видите, с этой стороны такая ягодка еще розоватая, что даже она, наверное, еще не до конца набрала всего. Ну, конечно, вот эти вот более темно-розовенькие, они более вкусненькие. И по-хорошему еще бы ему повисеть, но посмотрим, оставим мы его, либо снимем. С болезнью у него особо проблем нету, но вот с вызреванием лозы пока как-то не очень. Но, повторюсь, кустик градом был побит, еще чего-то ему здесь не очень хватает. Процессы пошли, то есть лоза не зеленая, как бубен, а лоза начинает желтеть. Поэтому я думаю, что все здесь с ним будет хорошо. Виктория в этом году, ну, удивила-удивила, я бы даже сказала, поразила. Многие слышали, что Виктория трещит. К тому же год сложный, ну, реально сложный. Но Виктория не трещала. Сейчас я возьму гроздочки, покажу вам поближе. При этом, смотрите, куст мы раньше оставляли всегда у нее по одной грозди. А Виктория вообще слаборослик. А в этом году решили уже, ну, нагрузим так нагрузим. И оставили по две грозди. Ну, у него грозди где-то 500 грамм, какой-то год были по 700 грамм. Ну, если одна гроздь. А здесь, я думаю, что 450-500 грамм, каждая точно будет. А может и чуть больше. Лозы цвет тоже, видите. Лоза, ну, вот как минимум на метр, даже больше. Метр двадцать, метр тридцать повызревала. А где-то и больше. При этом 17 сентября и она готова. В этом году, на самом деле, многие сорта запаздывали сильно в созревании. А Виктория нет. При такой нагрузке, при всех, как бы, негативах этого года, этого сезона, Виктория вообще не запоздала. Все, она вот к середине сентября всегда как раз и созревает. Вкус. Тонкий и нежный мускат. Без терпкости и без приторности. Ну, а что касается болезней. При стандартных обработках никаких болезней на Виктории не появляется. Галахат. Первое сигнальное плодоношение. Дело в том, что куст сидит в не очень хорошем месте. Он досаживался, скажем так, в уже сформированный ряд, в уже сформированную шпалеру. И рядом большие кусты, они его притесняли. Поэтому ему понадобилось несколько лет, чтобы пойти в силу. Ну, вот, наконец-таки он нам дал первый урожай. Поэтому гроздочки такие скромные, небольшие. К сожалению, после проливных дождей ягода несколько потрещала. Но последний дождь был неделю назад, и я ничего не вырезала. То есть глобального загнивания нет, что уже хорошо. Ягода на 7 сентября сладкая, вкусная, с легким фруктовым послевкусием. Ягода очень сочная. Можно сказать, что прямо взрывается во рту. И мякоть такая нежная, приятная, похожая по ощущениям на мармеладик. Цвет здесь несколько зеленоват. Но дело в том, что голохат растет в такой, можно сказать, полутени. Делать какие-то поспешные выводы по первому плодоношению не стоит. Когда куст войдет в полную силу, когда он наберет старую древесину. Смотрите, вот я даже покажу. Вот она, старая древесина у него пока совсем тоненькая. То есть кустик слабенький. Когда он войдет в полную силу, у него и ягоды будут покрупнее, и гроздья покрупнее, и сроки созревания раньше. Донские зори. Вот такой вот красивый. Очень желто-розовенький. Яркий. Единственное, что гроздочки, конечно, скромноваты. Но что-то тут кустику не нравится. Все, посмотрите, на второй плоскости такие довольно неплохие гроздочки. Созревает середина сентября в норме. В этом сезоне на 16 сентября. Что у нас получается? Вот здесь как-то больше солнышка. И вот с этой стороны гроздочки вообще классные, вкусные. Ну, а вот с той стороны чуть-чуть будем еще подвисеть. Кислоту немножко сбросить. Так, по сахарку все хорошо. А кислоту немножко сбросить. Мускатик во вкусе с легкой цитрусовой ноткой. В общем-то, похож по вкусу на лучистый. Похож по вкусу на тасон. Я бы сказала, что это из одной серии вкусов. Глаза уже начала вызревать. Вот там видно. По болезням никаких особых нюансов. Но вот единственное, что кустик слабоват, что-то ему тут не очень нравится. Поэтому он так себе везет. Ну, на полозах видно, что волосочки такие довольно тоненькие. Более что, смотрите, вот там его корешки, а там дальше яма. Ну, то есть понимаем, да, что и просыхает он больше, и питания ему меньше. И зимой тоже. Ну, оно не промерзает, но все равно это сказывается такое соседство. Поэтому, видите, место не самое лучшее. Посадив хорошее место, получишь все гораздо раньше и в большем количестве. Елизавета совсем маленькая, скромненькая гроздочка. Правда, пару ягодок мы с нее уже объели. Вместе с тем, хороших размеров, крупная ягода. Ягода сладкая, ягода очень сочная. Можно сказать, прям взрывается во рту. Такая ягода очень хороша и приятна, когда хочется утолить жажду. Вот это то, что будет жажду утолять. Единственное, что на 7 сентября. То есть ягода вкусная, но ввиду больших дождей немножко размылся сахар. Вот сейчас его во вкусе чуть-чуть не хватает. Киш-миш Запорожский в этом году много страдали. Вообще он дает большие грозди красивые. Его так надо хорошо нормировать. Но в этом году получилось так, что как раз когда он цвел, здесь были огромные грозди. Они были побиты градом. И пыльца вся посмывалась, и все посмывалось. И грозди, вот посмотрите, вот здесь видно, да? Вот это все побито, он весь такой вот ранен. Поэтому, конечно, урожай скромный, тем не менее урожай вкусный. На мармеладку похожа мякоть. Вкус такой приятный, кисло-сладенький. Хотя вот сахар я недавно замеряла. И, ну, хорошие показатели. Но за счет вот гармонии и кислиночка есть, и сладость есть, он очень приятный. То есть и кислота здесь не выбивается, и сладость не выбивается. Приятно и так покушать. Там, конечно, могут встречаться рудименты, но это мелкие рудименты. То есть крупной косточки там не будет у Запорожского. И в прошлом году я делала из него изюм. Изюм получается просто шикарный. В нем нет вот этой избыточной сладости, как бывает в некоторых изюмах. А в нем именно такая приятная гармония. И это тот изюм, которого даже не выпечку, выпечку жалко добавлять. Его просто можно вот съесть, взять горсть и съесть. И это будет очень вкусно. Лозы вызревают неплохо. Я бы даже сказала, хорошо. Конечно, еще не на всю длину, но тем не менее вызревают неплохо. Да, и обычно его начало с сентября уже можно есть. Но вот в этом году чуть-чуть кислота позже ушла. Поэтому на середину сентября все уже вкусно. Я его снимаю. А обычно гораздо раньше. Из особенностей сорта. Единственное, что его надо очень хорошо нормировать. Может выдавать грозди на пасынках. Даже покажу. Вот оставила одно такое. Вот такой пасынковый урожайчик. Видите, уже довольно неплохой. Хорошая сила роста. Ну, конечно, запорожки надо нормировать. Это сорт самоубийца, можно сказать. Поэтому если хотим получать урожай, то нормировка и зелеными побегами, и с пасынковым урожаем надо быть внимателем. Ну, конечно, с основным урожаем тоже. Потому что грозди он выдает очень большие, очень крупные. Интрига ранее. В этом году урожай более чем скромный. Буквально вот тут раз, два, три, четыре, пять маленьких грозди на весь вкус. Ну, так получилось. Потому что весной очень сильно поели мыши почки. Они их выгрызли буквально вот до вот этой старой древесины. Так что урожай, можно сказать, чудо, что он вообще есть хоть какой-то. Тем не менее, несмотря на это, несмотря на то, что во время цветения еще и град нам добавил неприятностей на 6 сентября, интрига ранее уже созрела. Вообще, ее особенность, она поздно теряет кислоту, буквально вот перед созреванием. И, например, сегодня вам может казаться еще ягода кислая, а на завтра она уже будет готова. То есть она теряет кислоту в последний момент. Ну, вот очевидно, что жаркое лето как раз-таки поспособствовало тому, что кислота ушла. И на 6 сентября ягода полностью готова. Ягода сочная, хрустящая, но мякоть, она такая вот не очень жесткая, она больше, наверное, напоминает мармелад. Вкус сладкий и приятные фруктовые нотки мне напоминают вишню. Хорошую сладкую вишню в послевкусии. А когда она повисит еще чуть дольше, лично я улавливаю в этой ягоде, то она может быть вот как сладкой, желтой медовой сливы. В норме грозди у нее могут быть близки по размеру к гроздям Аркадии. Ну, смотрите, вот там у нас прямо мы оставляли вот так вот двойничок, начинает уже возревать лоза. Что касается устойчивости к болезням, все у нее хорошо при стандартных обработках. Кишмиш-находка, первое сигнальное плодоношение, такие не очень большие гроздочки, но заметьте, достаточно крупная ягода. Конечно, это кишмиш четвертого класса бессименности и рудименты костей. Там есть, но они мягкие. При таком размере ягодки, ну, это вполне приятно. Окрасился, конечно, так себе. Ну, вот видите, опять же, где чуть темнее, вот там гроздочка поярче. Здесь есть гроздочка посветлее. Ну, вот это вот все. И вот там еще на второй плоскости тоже гроздочки. В принципе, окраска нормальная. И буквально пару дней назад я снимала ролик про него, ну, про состояние сортов. И мне казалось, что он недозревший. Я как раз-таки на теневой стороне шпалеры пробовала. Еще он был кислый. Ну, вот пару дней прошло. Я сегодня попробовала. Даже, видите, вот снимаю. Ну, только дождь прекратился. Вот я его снимаю. И сегодня он оказался очень вкусным. 17 сентября у нас на дворе. Ягода приятного гармоничного вкуса. И что интересно, бывает у некоторых сортов, когда начинаешь разжевывать шкурку, она с кислинкой. А у находки наоборот. Вот когда разжевываете шкурку, то во рту остается более такой сладкий привкус. Что касается болезней, никаких особенностей нет. Более того, тут рядышком болявый тасон. Вот прям побеги пересекаются. И находка при этом абсолютно не болела. Несмотря на то, что вот такая близость очага инфекции. Продолжение следует...